На Западе свято верили, что достаточно закрыть доступ иностранной валюты в Россию, чтобы она раскаялась и сдалась, приползла на коленях к Америке и ЕС. Вот только тут что-то пошло не так, теперь в Москве решили, что имеют полное право печатать свои деньги, как это уже давно делают другие государства. Кто вообще сказал, что американцы, японцы, британцы, все страны ЕС имеют право печатать деньги, а мы нет? Все лишь потому, что кто-то там решил, что развивать свою экономику многие государства просто обязаны благодаря западным инвестициям. Международный валютный фонд по сути запретила развивающимся государствам печатать свои деньги, если она не обеспечена западными деньгами, якобы все это приводит к обесценивают финансов. Вот только на самом деле последнее возможно лишь тогда, когда в государстве нет активов, обеспечивающих деньги. Выходит, что фактически западные страны тупо навязывают свою валюту и заставляют деньги других государств зависеть от них, выходит, что если учитывать активы и инвестиции, деньги печатать можно и даже полезно. В той же Турции допустили ошибку и вызывали инфляцию, деньги обесцениваются, Международный валютный фонд установил свои правила и требовал печатать деньги только при притоке западных финансов, и, конечно, лабируют интересы доллара. Вот потому раньше выпуск российских денег зависел раньше от поступления долларов, учитывали и золотой резерв, который заставляли хранить на Западе, однако Запад заморозил часть нашего золотого запаса. Плюс доллары перестали поступать, а потому и рубль стал обесцениваться, пришлось государству вмешиваться и остановить этот процесс. Американский Минторг тут же стал угрожать и говорить, что РФ для них не будет государством с рыночной экономикой. А ведь по этим, по сути, американским правилам жили уже более 30 лет, а потому никак не могли выбраться из этого дна, и вот тут посидели, посчитали, что в ближайшие три года доходы и расходы у нас будут почти равны. Плюнули на все и решили печатать свои деньги, американцы же печатают деньги, чтобы латать дыры в бюджете, понятное дело, что такой поворот совсем не радует Запада и американцев. Они, по сути, понимают, что их план рушится буквально на глазах, к тому же, кто сказал, что инвестиции должны быть только от них, в конце концов у нас появляется масса новых партнеров, рынков, которые были ранее закрыты. С кем-то и вовсе не дружили только потому, что так говорили на Западе. Да и потом, если посмотреть по сторонам, сколько у нас еще тех предприятий, которые выкупили западные диктаторы, и их все еще можно национализировать и запустить. А что касается готового продукта, то у нас давно открываются широкие рынки сбыта, если не верить в те условности, которых от нас требовали три десятка, немцы ушли, русским хорошо, Россия арестовала активы Германии. Массовый исход западного бизнеса из России, который начался в прошлом году, имел сугубо политические причины, компании принимали решения под давлением своих правительств или общественности. С коммерческой точки зрения абсолютно никакой выгоды в этом не было, иначе они не паслись бы тут десятилетиями, сопровождалось это грубейшим нарушением любых договоренностей. Таким образом, Запад наглядно продемонстрировал, что все рассказы про порядок основаны на правилах, не более, чем манипуляция, которая, по их мнению, должна работать лишь в одну сторону. Яркий пример абсурда, когда России в прошлом году вменяли дефолт по внешнему долгу, причиной которого были ограничения на проведение платежей со стороны Запада. Россия же, напротив, довольно часто вела себя слишком по-джентльменски. Например, Шелл демонстративно прекратила деятельность в России, отозвав с Сахалина-2 свой технический персонал, чем поставила под угрозу безопасность добычи, затем заявила о выходе из проекта без какой-либо финансовой выгоды. Мы же их догнали и буквально настояли на том, чтобы они забрали 94-8 миллиардов рублей, в итоге вывод иностранной валюты зарубежными компаниями, продавшими российский бизнес, стал одним из существенных факторов текущей девальвации. Пока в Евросоюзе выдумывают новые способы блокировки поступлений российских природных ресурсов, поступающих в государство Европы через вторичные рынки. Газпром подписывает очередное важнейшее соглашение с Национальной газовой компанией Ирана о проведении отечественного природного газа в страну через трубопровод. Также глава Газпрома Алексей Миллер встретился с иранским нефтяным министром Джавадом Ауджи. На конференции были обговорены вопросы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере и нюансы реализации существующего договора. Отметим, что запасы газа на территории Ирана есть, причем довольно внушительные. Однако, несмотря на это, восточная держава испытывает существенный дефицит сырья из-за высокого уровня его потребления. Для наглядности, соседняя Турция ежегодно расходует в 5-6 раз меньше газа, поскольку не использует его в качестве основного энергетического источника. Сотрудничество России и Ирана сулит выгоду для обеих стран. Так, российские корпорации смогут освоить новое и перспективное направление на рынке, а Тегеран получит возможность безболезненно покрыть нехватку голубого топлива в более чем 250 миллионов кубометров. В иранском правительстве еще год назад высказались, рассчитываем на объемные поставки природного газа из Российской Федерации. Да и нефть было бы неплохо, заинтересованы в Тегеране и в отечественных нефтепродуктах. Еще одно преимущество для нас – Москва через Иран сможет выйти на другие крупные государства, готовые торговать с Россией. Самый простой пример – Туркменистан и Катар, уже давно грезящие о создании прочного газового хаба в регионе. Напомним, что наш вице-премьер Александр Новак еще год назад предлагал добывать сырье в южных землях Ирана в рамках все того же хаба. Получается, что сотрудничать все вроде как согласны. А есть ли сейчас подходящая и надежная инфраструктура, которая позволит реализовать планы по созданию газового союза в ближайшем будущем? Не придется ли протягивать всю эту сложную конструкцию через соседствующий Азербайджан? Да и почему бы иранскому правительству не покупать ресурсы Убаку без посредников? Что мешает Тегерану проводить закупки из Туркмении по той же схеме? Ведь, согласитесь, Туркмения территориально располагается намного доступнее России. Ответ на список этих вопросов по сути один – все газовые проекты на Востоке продвигаются нехотя и со скрипом. Так, даже благополучно открывшийся проект газификации между Ираном, Пакистаном и Индией функционирует достаточно вяло и требует большого количества доработок. Что уж говорить об Азербайджане – свободных мощностей в стране нет, а все те, что в скором времени дополнят уже существующие, отправятся в распоряжение Евросоюза и НАТО. Рассчитывать на техническое оснащение Туркменистана, понятное дело, тоже не приходится. К тому же, в столичном Ашхабаде к Тегерану относятся с большим опасением из-за санкционных пакетов, наложенных на Иран Соединенными Штатами. Да и в целом Туркмении нужно разбираться с целым комплектом пакетов нереализованных газовых договоренностей с Европой, Афганистаном и Пакистаном. В общем, если сотрудничество с Ираном и произойдет, то точно не в ближайшие пять лет. Про непосредственное создание хаба говорить пока рано. Проект, можно сказать, находится на стадии идей. Но что можно утверждать совершенно точно, помимо очевидной выгоды, газовое соглашение принесет нам ключ к договору с Индией. В Дели неоднократно обращались к Газпрому за помощью в строительстве нового газопровода. Теперь же через Иран Россия сможет отправлять голубое топливо к берегам Индийского океана. Кто бы мог подумать еще пару лет назад, что подобное можно будет услышать от главы Минфина США Джанет Йеллен. На очередных слушаниях в Конгрессе она вдруг заявила, что главным страхом у нее является процесс дедоларизации. С чего вдруг? Ведь еще совсем недавно у нее была железобетонная уверенность в том, что все эти разговоры вокруг ослабления доллара не более, чем пиар Владимира Путина и Ко. В 2022 году после введения санкций, которые отпустили нож гильотины и он понес на башку доллара, Йеллен говорила, не думаю, что у доллара есть какая-либо серьезная конкуренция и вряд ли она будет в течение длительного времени. Такой наивняк. Но подобные заблуждения были у многих политиков и экономистов прозападного толка. Всем казалось, что позиция доллара еще как минимум 5 десятилетий останется незыблемой. Однако не прошло и пары лет, как всем стало понятно, что система рушится. Еще одно заявление Йеллен двухлетней давности о том, что делает доллар резервной валюты у нас самые глубокие и ликвидные рынки капитала из всех стран на Земле. Казначейские ценные бумаги надежны и чрезвычайно ликвидны. У нас хорошо функционирующая экономическая и финансовая система и верховенство закона. На самом деле нет другой валюты, которая могла бы соперничать с ней в качестве резервной валюты. Теперь уже это становится смешным. Хочется пробежаться по пунктам у этого гудспича. О надежности ценных бумаг говорить неуместно. Последнее заявление саудитов о готовности слить все ценные бумаги стран в случае конфискации активов говорит само за себя. О избавлении Китая от государственных обязательств США вообще не стоит комментировать, и так все понятно. Экономическая система демонстрирует очередной пузырь, который заявляет вот-вот лопнуть и забрызгать весь мир. Верховенство закона. Вы серьезно? Воровство золотовалютной резервы – это закон? Грабеж частной собственности по всему миру – это закон? Вмешательство во внутренние дела суверенных стран и их принуждение и подчинение интересам США – это закон? Клевать на такую фальшивку остается все меньше желающих. От Америки отворачивается весь глобальный юг. До встани запада не все готовы слепо следовать в пропасть.